Привет! Сегодня я делаю видео о покупках. Такая радостная. Покупок довольно много. Но сначала посмотрите-ка, а у меня сегодня прическа. Так она выглядит. Если хотите, я могу вам сделать туториал на эту прическу. Напишите мне, если она вам понравилась. Я обязательно вам покажу подробно. Но что-то сейчас я хочу распустить волосы. Встала уже голова. Сейчас распущу и вернусь к вам. Так, ну вот, все. Я вернулась к вам в более привычном образе. С прямыми волосами. На самом деле у меня волосы очень прямые. Да. Для меня большая проблема их завить потом. Но я нашла способ. Собираюсь вам скорого рассказать, показать. Да. Итак, покупки. Значит, я так просто грандиозно закупилась лаками. Лаками Rimmel, которые я сейчас просто их обожаю. Целых четыре оттенка. Два оттенка, как я узнала, позже уже увидела подряд. Четыреста три, четыреста четыре. Я уже просто crazy about. Итак, какие оттенки? Значит, первый оттенок. Это такой очень-очень розовый. Такой летний. Прямо фуксия насыщенная. Почему-то это выражается, как коралловый. Но вот коралловый. Это розовый на самом деле. Очень такой девчачий розовый. Оттенок 295. Так он выглядит. Очень мне нравится. Вот это же уже попробовала. Так. Дальше следующий оттенок, который у меня на руке. На вот этой руке он участвует во второй серии битвы. Оттенок 397. Специально для эксперимента был куплен. Он схожий с оттенком Шинель. Вот так он выглядит. Вот. В тюбике, на ногтях и на свочи. Едем дальше. Вот они два похожих оттенка. Это оттенок 403. Гипноз. И оттенок 404. Айконстайл. Значит, они похожи, но видите, они такие разные. Вот оттенок, он фиолетовый такой, сливовый. А вот это как вишня, как вишневый компот. Да. Значит, я правильный? Или нет? Правильно. Вот так они выглядят. Я лучше по одному. Значит, оттенок 403. Гипноз. Вот так выглядит. Вот. Сейчас покажу вам самую кисточку. А, закапала свинья. И оттенок 404. Вот. Сейчас он, видите, более красным заиграл. То есть он в баночке выглядит немного тоже фиолетовым, но на самом деле на ногтях он выглядит вообще почти красным. Вот так он выглядит. Вот 404. Видите, какой он такой красный, но необычный красный. С таким все равно фиолетовым вишневым оттеночком. Дальше этот лак, который я уже показывала, но это не считается покупкой. И следующая моя грандиозная покупка, это я отважилась на помаду Color Sensational от Maybelline. Видите, такой очень красивый тюбик. Мне он так понравился. Собственно, поэтому я вообще на помаду обратила внимание. Потому что я не люблю вообще на губах что-то носить. Ой. Так, продолжаем. Значит, помадка от Maybelline. Что я говорила про помаду, что я не очень люблю такое тяжелое ощущение на губах, которые большинство помад, блесков оставляют, и поэтому я им почти не пользуюсь. Но эта помада дает очень приятное ощущение. Действительно смягчает губы. Не тяжелая. И тем не менее, она держится довольно хорошо. То есть, 3-4 часа без поправления она держится. Значит, оттенок у меня 250. Такой довольно натуральный. Вот. Он у меня сейчас на губах, как вы видите. Вот так он выглядит. Мне кажется, он не идет. Да, я такая скромная. Так, это было все, что касается помады. Дальше. Такая покупочка. Это Nivea Zashian Control Shine гель. Я его купила как интернетиву. И опять же, для сравнения. Я люблю сравнивать разные продукты, как замену. Клиника, Тибли Миш Солюшин, 3-я ступень, тоже гель. Почему? Потому что они заявлены с одинаковыми эффектами для такой немного проблемной кожи. И для нормальной, которой бывают жирные участки. У меня кожа, в принципе, значит, такая у меня кожа. Так, вот такой вопрос. Сейчас я вам расскажу немного. У меня вообще кожа нормальная. Зимой она на щеках так вот сухая. И нормальная на лбу, на сухую подбородки. Летом она у меня нормальная на щеках. И немножко, ну, в принципе, тоже нормальная, но иногда чуть-чуть жирная в этой зоне. Поэтому сейчас уже весна, кожа немного пробуждается. И такой вот гель, я подумала, что он как бы немного матирующий. Когда я не наношу тональную основу. А я это довольно часто делаю. Я вообще тональную основу наношу раза 2-3 в неделю только для какого-то особого случая, когда я делаю макияж. Потому что макияж тоже делаю не каждый день. Да. Вот такой крем был бы кстати. Но, конечно, написано, что он ойл-фри, то есть без жиров, без не содержит масла. Так написано. Но какое-то такое не очень приятное чувство. Он не совсем гель, а именно как больше крем. А крем это всё-таки жирная основа. И когда её наносишь, такое всё равно не очень, как ты думаешь, вот действительно заматирует или нет. На первые 2 часа, да. Потом нет. Вот так. Поэтому немного разочаровалась. В принципе, хорошее, главное пахнет вкусно. Едем дальше. На такой вот новый лак от Palloflex. Я часто такие лаки использую, то есть один качается, покупаю другой, потому что мне именно вот эта серия нравится. Часто использую. У меня ещё был шварцкоп. Вот такой, это пенка. Ну, из такой же серии у меня был лак, но не знаю, мне почему-то не нравится. Пенка у них нормальная, а лак как-то не очень. И ещё в этом месяце я себе купила новый шампунь. Шампунь я тоже купила по запаху. У меня есть такая дурная привычка, да. Пахнет он кокосом немножко совсем, но в основном орехов и подами и фисташка. Такой шампунь. Тимоты, интенсивное становление. Самый тонный пизд на грязь сухих и грудёных волос, но у меня, в принципе, я своими волосами довольна. Они даже довольно так блестят. Но после этого шампуни они действительно делаются мягкими, гладкими, такими приятными на ощупь. И вот этот запах, который передаёт шампунь, довольно долго остаётся. Что тут написано? Ну и ещё бальзам. Такой же абсолютно, но лучше про шампунь. Написано, содержит 100% натуральные ингредиенты, но в составе есть солитум лорит сульфат. Да. Я уже, на меня так информация капает, я уже задумываюсь о том, что, может быть, надо перейти на шампунь без лорит сульфата. Но с другой стороны, не знаю, думаю, может, это пропаганда такая. Не знаю, в общем. Пока я на стадии просто думали об этом. Вот. Но и этот шампунь мне понравился. Да. Ну и бальзам к нему тоже. Вот. Это были все мои покупки. Надеюсь, вам понравилось видео со мной. Да. Спасибо большое за просмотр. Пока. Пока.